Я назову этот ролик «Политическая импотенция», заранее зная, что либо поставят ограничения по возрасту, либо и еще какой-нибудь страйк. Не любит YouTube, когда дают такие экстремальные названия, например, недавно написанный пост Шендеровича за то, что я назвал «Его страх не способствует потенции», на него поставили ограничение 18+. Совершенно невероятно. Но других слов я просто не нахожу на то, что я услышал, и возмущению моему нет предела. Я послушал особое мнение Дмитрия Гудкова, и все это время, когда я его слушал, по крайней мере на 15 минут, которые меня хватило, мне хотелось кричать «Да что ты такое несешь? Что ты такое говоришь?» А дальше ты читаешь комментарии снизу и видишь, насколько все «Да, Дмитрий, честный человек, справедливый, вот его бы хорошо в мэрию Москвы». Ты понимаешь, насколько все глухо, апатично. Не Путин сильный политик. Путину повезло, потому что у него атрофированная, слабая оппозиция. И главное, обратите внимание, журналист Алексей Соломин, честно говоря, я всегда сомневался в профессионализме журналистов с эхо, мне кажется, Венедиктов подбирает там людей с «особым», в кавычках, складом ума. Но в этой беседе журналист ставит два раза совершенно корректных и правильных вопроса. Именно те вопросы, которые тут же возникают Гудкову. Сначала послушайте, как восторженно, практически взахлеб, Дмитрий Гудков рассказывает, как они будут помогать выборам Владимира Путина. Сегодня запустили новый проект, мы будем заниматься наблюдением в Москве. То есть я могу позволить себе это сделать в Москве, закрыть все избирательные участки. Мы сегодня объявили массовый призыв наблюдателя. Несмотря на то, что все по-разному относятся к этим выборам, я даже написал сегодня в рамках подготовки к президентским как бы выборам, давайте мы все-таки защитим Москву от фальсификации, давайте сделаем все, чтобы пресечь попытки Путина, Собянина, я не знаю, кто этим будет заниматься, дорисовать явку. Потому что даже в Москве, несмотря на то, что все-таки в последнее время здесь выборы проходят более-менее конкурентно, назовем так, даже на муниципальной кампании мы обратили внимание, что там, где не было у нас наблюдателей, были какие-то странности. Вот вы сами говорите про как бы выборы, и тем самым своей работой, своим призывом вы помогаете эти как бы выборы провести, получается. Нет, мы помогаем не провести эти выборы, мы предлагаем защититься от фальсификации, потому что даже те люди, которые сторонники бойкота, они не хотят, чтобы в Москве Путину нарисовали 70% и явку в 70%. Вот вроде бы взрослый мужчина, как-то говорил, что у него есть дети, но слушая этот лепет, его даже Дмитрием назвать не хочется, а хочется назвать как-нибудь Димочкой и сказать, Димочка, малыш, ну что ж ты как малый ребенок себя ведешь? Вы поняли, что он несет? Мы не считаем, что это выборы, это как бы выборы. Я в Фейсбуке это назвал как бы выборы, но при этом мы сейчас собираем людей, и дальше мы сделаем так, чтобы на каждом участке в коем случае не произошли никакие фальсификации. Вы определитесь, это выборы или не выборы. Если вы говорите, что это не выборы, а это не выборы, так как нарушены все предвыборные процедуры, так как нет никаких дебатов, так как закрыты СМИ, так как не пускают независимых кандидатов, как можно весь этот процесс вообще называть выборами, или как он мягко выразился, как бы выборами. Нет, Димочка, это не выборы, просто не выборы и точка. Это операция по легитимизации дальнейшего шестилетнего срока Путина. Это понятно абсолютно всем. Что же вы сидите и играетесь, и говорите, нет, ну это как бы выборы, и мы как бы придем понаблюдаем, и мы как бы подготовим людей, и их как бы расставим на участках, и тем самым легитимизируем весь этот как бы процесс. Смотря на этих политических импотентов, ты понимаешь, что они стоят перед Путиным и его командой коротеньких, обоссанных от страха штанишках. И даже тогда, когда уже есть, казалось бы, прецедент, и даже тогда, когда уже в народе есть желание бойкотировать, активно бойкотировать выборы, даже в этот момент не могут найти в себе силы организовать людей на массовую акцию бойкота. Бойкот – это не то, что я бойкотирую, но при этом я приду на участок и посмотрю, правильно ли там выбирают. Бойкот – это прежде всего осознание, что выборов нет, что народ лишили выбора, и поэтому народ должен организовывать либо свои альтернативные выборы, либо вообще в этот момент массово собираться на протесты. И именно во время выборов люди наиболее политически активные. И именно выборы – это время оппозиции. И вот эта политическая молодая оппозиция, в кавычках российская, упускает этот момент. Они лишь организовывают людей играть по правилам этой власти. Что произошло от того, что на прошлых выборах в Госдуму были зафиксированы сотни случаев фальсификаций. Все было снято на камеру. Ловили людей буквально за руки. Столько было написано возмущенных комментариев. Что произошло после этого? Был хоть один человек наказан. Может быть, убрали Эллу Панфилову, заменили другим человеком? Может быть, вообще вы слышали хотя бы об одном судебном процессе? Ни хрена ничего не произошло. И они хотят. На этот раз вместе с Яблоком, послушайте, как это красиво звучит, мы организуем школу по подготовке наблюдателей. Они выставят подготовленных наблюдателей. И подготовленные наблюдатели установят очередные факты нарушения. Они утрутся этими фактами и будут дальше жить еще шесть лет, подготавливаясь к какому-то такому другому этапу, когда он возникнет. То есть все вот эти Навальный, Гудков, они ждут, что когда-нибудь сдохнет Путин, и потом они выйдут на политическую арену. Подготовленный, популярный и самый яркий представитель из этих политических импотентов – это Григорий Явлинский, который в очередной раз участвует в этом спектакле. Вот вся эта ситуация вокруг, слабейшей, разрозненной, даже я бы сказал глупой российской оппозиции, напоминает мне такую картинку. Представьте себе замок, горящие красивые окна, в них люди в красивых нарядах танцуют, едят самую вкусную еду, пьют самое лучшее вино, а где-то в метрах 500 от этого места такое заграждение за проволокой, и там стоят люди, холопы, в том числе и их оппозиция. Они там стоят, смотрят через эту проволоку на этот величественный замок и говорят, ну, ребята, давайте, может, мы здесь лесгинку станцуем, может, мы так, цыганочку с выходом, ну, что мы тут так просто стоим, давайте хотя бы разомнемся, так сказать, потанцуем, кто-нибудь тут в ладоши похлопает, кто-нибудь просвистит, вот сами себе создадим музыкальное сопровождение и здесь, так сказать, устроим такое движение. Они даже не допущены не то, что до дверей этого замка, да но не то, что заглянуть в окна этого замка, они стоят в 500 метрах, огороженные и продолжают там свои танцульки. Никого в этом замке это не волнует, потому что вы даже не пытаетесь перелезть через ограждение, вы даже не пытаетесь создать хотя бы им неприятную ситуацию и вся эта акция с наблюдением сведется, собственно говоря, к тому, что нарисуют ли Владимиру Путину 76 процентов или нарисуют ему 71. Вот об этом будет с удовольствием рапортовать Дмитрий Кутков. Да, здесь в Москве мы добились, чтобы голоса были подсчитаны правильно, их оказалось 60 процентов, ну вот по всей стране еще сотни и сотни случаев фальсификации, в результате вышло 72 но то, что в самом начале вся эта банда заявила, что 70 процентов будет так или иначе промолчим об этом, ничего страшного, мы наблюдали и в Москве вот на наших участках фальсификации не было, выборы состоялись, Владимир Путин неудобный, не любимый нами, но мы ничего не можем поделать, легитимный президент. И наша сегодня задача сделать так, чтобы, во-первых, а, найти 7 тысяч наблюдателей, потому что у нас в Москве три с половиной, ну примерно три с половиной тысячи участков, и мы хотим, чтобы два наблюдателя были на каждом участке, это первое. Второе, мы хотим обучить людей, мы хотим их подготовить для того, чтобы защитить результаты выборов уже следующих. А впереди у нас выборы мэра Москвы, мы к ним уже сейчас готовимся, потом у нас Московская городская дума, это в девятнадцатом году, поэтому уже сейчас мы все начинаем. И что, собственно говоря, мы такого нового предлагаем? Одно уточнение, если вы это проводите, если этот проект будет успешным и выборы состоятся с участием ваших наблюдателей, то они перестанут быть как бы выборами или они останутся? Они останутся как бы выборами, но мы, по крайней мере, добьемся того, что будет результат отражать волеизъявления жителей Москвы. То есть, ни больше, ни меньше. Вот как люди проголосуют, так и должно быть зафиксировано в протоколах. И мы это будем обеспечивать. Молодцы! Обеспечивайте! Конечно, вы же для этого и существуете. Пиздец, у меня просто слов нет на всех этих... Субтитры создавал DimaTorzok